Всем привет-привет! Сегодня 11 число, воскресенье, и у нас сегодня день полнейшего расслабона. Сейчас уже почти 3 часа дня. Я до сих пор еще в пижаме. Дети вот только переоделись вместе с папой. Вышли на улицу играть. Ну, на то и нужно воскресенье, чтобы вообще ничего не делать. Мы сейчас съездим в магазин. Кстати, здесь супермаркеты работают по воскресеньям. Да, как для Германии это удивительно. Понятное дело, что Россия и Украина это не понять. Вам не понять нашу боль. Но, к сожалению, в Германии почти ничего не работает в воскресенье. Когда я увидела, что здесь Лида работает в воскресенье, радости моей просто не было предела. Я сегодня полдня провела с вот этой книжкой. Я еще вчера немножко читала, но больше половины прочитала. Я вам хочу сказать, что странная книжка. Ну, странно, зачем вообще нейрохирург решил ее написать? Я понимаю, если бы это были какие-то его, не знаю, измышления. Ну, можно сказать, что они тут и есть, но они как бы перемежевываются с операциями, которые он проводил, и с описаниями этих операций. Я вот не понимаю, зачем мне, как обычному пользователю, внедряться, углубляться в то, как состоит мозг, и как нужно оперировать, какими инструментами это делается. Не понимаю. Зачем? Но, тем не менее, читаю. Я вообще всеядный человек. Мне интересно. Вообще интересно взгляд нейрохирурга на мозг, на жизнь в целом, на пациентов. И он довольно интересный человек. И вот это читает Стас. Мне хотелось ее прочитать, но я, если честно, открыла. И хотя здесь, по большому счету, написано простым языком, вот вроде каждое предложение, оно простое, но когда начинаешь это все осмысливать, наверное, если ты не увлекаешься, и у тебя нет хотя бы каких-то примерных познаний в физике, ну, выше школьного уровня, да, то будет сложно. Даже Стас, вот насколько он у меня образованный молодой человек, то даже ему сложно осознать, что вообще происходит. Не знаю, буду ли я ее читать. Может быть, и прочту. Почему бы и нет. Но пока вот я увлечена медициной. Красивая такая одета. Непоседа. Маленькая непоседа. Вот же стрекоза. Ну, хоть на секунду вырваться на площадку. Я уже показывала эту площадку. Она рядом с домом находится, и они сюда самостоятельно ходят. Скорка! Я максимально разогнался. Быстрее нельзя. Надеюсь, мне повезет. Мы едем со скоростью 35. 37, 35. Мы молодцы. Мы тоже едем, видите. Обезьянка. И ты маленькая обезьянка. Акробаты. Везде развлечения найдут. Подскупились мы в Лидле. И рядом с Лидом находится такое заведение, где продают мороженое. Кирилл взял клубничное, да? Прям клубничное-клубничное. Даже с кошечками от клубники. Шоколадные. А, они шоколадные. Вкуснячие. Потом пойдем пройдемся здесь по парку. Раз парковка возле Лидла бесплатная сегодня. Да, кстати, сегодня воскресенье. Именно воскресенье парковка бесплатная. Поэтому мы пойдем пользоваться ситуацией. Посмотрите, какое шикарное дерево. Обалдеть. Как будто фонтан. Вот это красота. Я говорю, фонтан как будто. Да, действительно, как будто фонтан. Или гора. Что-то такое. Ну, фонтан лучше. Люди валяются на травках. А можно туда? Буду сейчас преодолевать страх закрытых пространств. Вообще, я такие места жутко боюсь. Но что не сделаешь? Видишь, два дерева с лосков. Чтобы его преодолеть. Смотрите. Что внутри. Я, если честно, думала, что здесь будет общественный тормоз. Туалет. Но я вам хочу сказать, не пахнет. Мама, подожди. То ли хорошо убирают, то ли ведут себя культурно. Что? Посмотрите, как я иду. Ой, дебу зимой. Вот так вот она идет. Так. Кто-то хочет вафельку куснуть? Без мороженого. Пошли. Выходи. А то сейчас оса решит забрать у тебя кусок мороженого. Вот мы прошли за это дерево. Здесь находится велосипедная дорожка, прогулочная дорожка. И дальше. Там мост. Прикольная такая. То ли речушка, то ли непонятно что. Что это такое. Ну, заботятся, потому что он там вот, смотри, ручеечек вроде как. Каменные спуски. Нет, это как дамбочки маленькие, чтобы вода запруживалась. А-а-а. Мама, на переди. Очень красиво. Ну, идемте туда на мостик сходим. Туда идем. На мостик идем? Не, вот туда на мостик. На тот мостик? Да. Туда дольше идти. Промежуточная остановка до мостика. Ну, красиво ведь. Такой ухоженный городок. Маленький. Он малюсенький. Но ухоженный. Но очень ухоженный. Хотя, мне кажется, здесь зимой, вот, ну, осень, зима, начало весны. Здесь делать вообще нечего. Хотя, в других городах чем заниматься? А в Хильтрубе есть чем заниматься? Сном да голодом. Уже можно делать просто фотообои. А-ня, нет. Красота такая. Фотообои не знаю. Красота. Чем мне фотообои? Да? А это вот на другую сторону вид. Представляете, как классно здесь? Тише, благодать. Утки плавают. А там вон собака, что ли, купается чья-то. Да, это ж вот мужчина, который выгуливал, мы вот уже туда дошли. У нас бы этих уток уже не было. Съели бы. И чай бы съели. Как съели. Ты представляешь, сколько их здесь? Дичь. Наверное, ждут, что мы их кормить будем. Наверное. А мы не кормим. И самочки все. Ты видишь? Ни одного селезня. Селезень один был и улетел вот тут над нами. Да. Ну, он проверил свой гарем и улетел. Мы шли-шли и увидели шелковицу. Так, чтобы ее было видно. Шли-шли и увидели шелковицу. Дикая шелковица. Чему я удивляюсь, я не знаю. Это ложки? Ну, я шучу. Это памятник ложки. Нет, здесь у него здание такое красивое с часами. Уже 4.15. Сейчас пойдем еще по крыльшку мороженого возьмем. В этот раз мы взяли замороженный лед. И теперь мне приходится его носить. И снимать левой рукой. Потому что, видите ли, у этой дамочки очень мерзнут пальчики. Давай я буду носить. Сказал папа с мороженым. Давай. Ань, ну что, и вкусное вот это вот? Лед замороженный есть. Ну, видимо, вкусное. Мы тут добрались еще до одного мостика. Написано 2009 год. Ходим, дышим воздухом, наслаждаемся. Последним денечком так сказать. А вот крыши, смотри, какие красивые. Это последний денечек в отпуске? Нет, это не последний денечек в отпуске, но последний солнечный денечек. Потому что, увы, с завтрашнего дня придут дожди. А мы здесь еще до пятницы. Чего мы тут будем 4 дня делать, я не знаю. Будем как-то себя развлекать. Красивая крыша. Вообще здесь домики очень красивые. Смотрите, какие аккуратненькие. Кукольные. Доча припахала теперь папу. Папа уже беленеет. Что не сделаешь ради дочери? Я думаю, это какой-то отель. Смотрите, какие маленькие балькончики. Но красивые. Стас говорит, что это, скорее всего, квартиры. Слишком все разное на балконах. Не может быть в отеле, знаешь, каждая комната по-своему. Не может быть. Ну, может, ты и прав. Я не знаю, почему. Но в отпуске только и делаешь, что ешь. Купили такие шикарные сливы. Стас захотел тоже салатик такой. Ну, полноценный ужин. Здесь вот картошка. Какой-то салатный лист. Яйца. Курица. Бри. В общем, сыр в сыре. Мы хотим, чтобы вы ели сыр, пока вы едите сыр. Вафли. В шоколаде. С карамелью. Салат с тунцом. И макаронами. И яйцом. Оливки тоже там. В общем, главное, чтобы не готовить не надо. Что меня радует. Вот такие замены киндера. Довольно неплохие. Сметанка. Обычная. Вот такие печеньки. Не знаю, то ли с сахаром, то ли с солью. Но в шоколаде это уж точно. Это вот кола. Или замена колы. Ну, что-то такое. Я уж не знаю, в Лидле есть такое или нет. Ну, в нашем немецком Лидле. Это сливки для кофе. Чипсы со вкусом пиццы. Ну, как же без вредности. 10 дней в году можно и с вредностью. Со вкусом гамбургера. Мне прям интересно, как они передали этот вкус. Так, папа с вот таким соусом. Наверное, литр или пол-литра. Не знаю. А, вот, 700 миллилитров. Ну, он это готов чашками поглощать. Молочко. Овсяночком. Бананчики. Красная смородина. Шикарная. Видите? Огромная такая, красивая. Печенюхи. Сафарики такие. С шоколадом. Еще одна овсяночка. Овсяночка. Перчик. Макарошечки. И картошка. Не буду доставать, там, 3 килограмма. Толку доставать. В общем, мы съездили только за овсянкой. Нам набила овсянка, молоко и сливки кофе. Ну, вот. Сейчас буду готовить детям вот такие мясные фрикадели. Я не знаю, правда, они уже готовые или нет. Я думаю, что я сейчас сделаю подливу к ним и протушу их. Во-первых, оно избавит немножко от жира, если они жирные. Во-вторых, будет подливка, потому что на гарнире собираюсь отварить рис. Будет такой ужин. Папа будет подъедать ту еду, которая осталась у нас. У меня свой рацион. Вот. Ну, детворе достанутся фрикадели. Новое утро. Кирилл, исследователь. Тут вчера лежал... Не муравей, а это... Гусеница. Там лежала гусеница, и за ночь муравьи её унесли. Ну, вот детям раздолье на улице. Мне самой нравится. Мне вообще так нравится. Я не знаю, не каждому, наверное, подойдёт отдых в гуши. Но мне очень нравится. Вот этот вот отдых в виде... Что такое? Ну, тут лежала гусеница. Не гусеница, а червак. И потом червака унесли в муравейник там. И потом я поставил крестик. Может, они сегодня его унесут. А они вчера ещё вечером, может, унесли. И сегодня ночью. Скорее всего. Ну, в общем, справились. Разрезали нас пополам. Кирилл вчера весь вечер наблюдал за этим. Лучше мультика. Правда? Вот муравьи лучше мультика. Они делают всё новое. Да. Всегда новое и новое. Что я никогда ещё не видел. Что моя радость? Тебя вниманием обделила. Ну, давай, ползи ко мне. Всё. Наигралась в мячик. Недолго длилось твоё счастье. Мы пришли на площадку. Больше никаких длительных поездок мы не намечаем. У нас осталось, считаю, сегодня 4 денёчка. Будем вот так вот и отдыхать. Я с книжкой. Мужа тоже книжка. А дети на улице. Первый раз вижу такой батут, но он шикарный. И поваляться, и попрыгать. Мужа тоже книжка. Аришка. Вот так нормально. Вот так тебе забьёшь. Вот. Сразу ножки. О, не надо. нам сегодня погода неожиданно подарила еще один теплый денек обещали дождь с 11 но вот четыре часа дождя нет хотя вот нахлобучивает натянет не оттягивает с 4 обещают что начнется но зато наши по успели поиграть в обливалке не покажу вам это команду в трусах они там на солнышке греются выселись по обливались побегали друг за другом с пистолетиками они бегали я фотографировала все довольны я не люблю эти водные процедуры поэтому я не участвую в обрызгивания ну пойду сейчас замотаю своих деток в полотенце а то что за него уже при подмерзать начали я не